Барановичи встретили 147 весну. Два дня в разных уголках города жители Барановича поздравляли лучшие творческие коллективы и исполнители. А лучшие представители различных областей были удостоены почетного звания «Человек года». У Барановича появился 24-й город по братим. Им стал российский Магадан. В День города было подписано соглашение по братимских отношениях, которое предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, предпринимательства и торговли, ЖКХ и экологии, образования, науки, культуры и молодежной политики, спорта и туризма. В компьютере новости о книге «Жизнь» под таким названием прошла пиар-акция сотрудников Центральной городской библиотеки имени Валентина Тавлая совместно с учащимися средней школы номер 9 города Барановичи. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Вести Барановичи». Наш город встретил 147-ю весну. Два дня в разных уголках города жители Барановичи поздравляли лучшие творческие коллективы и исполнители. 11 представителей различных областей экономики и социальной сферы были удостоены почетного звания «Человек года». Подробнее в первом сюжете выпуска. Традиционно праздничные мероприятия собрали жители и гостей города на Центральной площади Барановичи. Театрализованное представление, шествие, песни и танцы. Разделить праздник приехали гости из Барановичского района и дружественных нам городов-побратимов. Гдыня, Польша, Нововолынск, Украина, Елгава, Латвия, Шауляй, Литва, Мытищи, Магадан, Российская Федерация. Барановичи – молодой город, которому исполняется 147 лет. Мы любим его, гордимся историей, культурным наследием. Делаем все возможное, чтобы город становился краше и комфортнее для проживания, привлекательнее для наших гостей и туристов. Сохраняя традиции, мы уверенно идем в завтрашний день. Живем большими планами. Нашей всеобщей победой и особой гордостью стало то, что город Барановичи уже не в первый раз, а по итогам 2017 года также занесен на доску почета Брестской области. Во многих сферах мы занимаем лидирующие позиции среди других населенных пунктов Брещины. Хорошей традицией в Барановичах стало присвоение звания Человек-года в различных сферах деятельности тем горожанам, которые это действительно заслужили, внося большой личный вклад в социально-экономическое развитие города. Тех, кто удостаивается такой чести, каждый год набирается чуть более десятка человек. На этот раз на главную сцену Барановичской весны поднялись 11 номинантов. Все они лучшие в своей области деятельности. Наш город – родина многих замечательных людей. Мы гордимся своими славными земляками. Хочу выразить слова огромной благодарности всем, кто своим созидательным трудом, победами, успехами и достижениями прославляет наш любимый город Барановичи. И не только в республике, но и за ее пределами. 147-я Барановичская весна въехала на главную площадь города в карете и вручила цветущую яблоневую ветвь королеве праздника. Праздничная программа, которую подготовили для горожан-организаторы Барановичской сказки весны, набирала обороты. Десятки художественных и творческих коллективов города радовали в день праздника горожан и гостей. Вот уж где и вправду было на что посмотреть. Спасибо вам, дорогие горожане, за искреннюю преданность и любовь к родному городу. За вашу неустанную заботу о благополучии нашей малой родины. Впереди у нас много хороших дел. И я уверен, нам они по силам. Мой город – моя любовь. Моя родина – Беларусь. Хочется, чтобы каждый чувствовал ответственность и осознавал, что вместе мы сегодня пишем историю современных Барановичей. Что все мы в ответе за свой прекрасный город, его будущее и будущее нашей страны. День города – один из самых любимых праздников барановичан. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город и тех, кто сегодня приумножает славу барановичской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, которому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины. Барановичская весна объединяет большую семью всех жителей Барановичей. В такие дни особенно чувствуется единение, радушье, чувство гордости за свой город, за свою малую родину. В Барановичах создана 23 индустриальные площадки для организации новых предприятий и производства на базе неиспользуемых объектов. На сегодняшний день на 8 участках новыми собственниками приобретено 10 объектов недвижимости для развития бизнеса. Кроме того, в городе сформировано 25 земельных участков для реализации инвестиционных проектов и 35 для предоставления в аренду и в частную собственность путем аукционных торгов. 16 незадействованных помещений определены для предоставления юридическим лицам и предпринимателям в безвозмездное пользование под оформленное договором обязательства по открытию новых рабочих мест. У Барановича появился 24-й город-побратим. Им стал российский Магадан. В день города было подписано соглашение о побратимских отношениях, которое предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, предпринимательства и торговли, ЖКХ и экологии, образования, науки, культуры и молодежной политики, спорта и туризма. Барановичи активно развивают побратимские связи, сотрудничая с 23 городами из 15 стран мира. На праздник города смогли приехать делегации городов, с которыми у Барановичей налажено наиболее тесное сотрудничество. Польской Гдыни, Литовского Сауляя, Латвийской Елгавы, Украинского Нового Волынска, городского округа Мытищи России и, конечно, Барановичского района. В этот день еще на одного партнера у Барановичей стало больше. Им стал российский город Магадан, с которым Барановичи нашли точки соприкосновения благодаря общему побратиму Елгаве. Уже те вопросы, которые заинтересовали его, это деревянное домостроение, это поставки, возможно, продукции хлопчатобумажного нашего объединения. Мы посещали также предприятия Деприз, интересные поставки мебели, сотрудничество с машиностроительными нашими организациями. Но поставлена задача все-таки в течение нескольких месяцев обменяться, может быть, делегациями представителей бизнеса, бизнес-кругов. Потому что есть на сегодняшний день интерес в Магадане приобретение и продуктов питания из Беларуси, в том числе и те, которые будут производиться в Барановичах, производятся сегодня и в Барановичском районе. И, наверное, все-таки, я думаю, что найдем мы точки соприкосновения в сферах и социальной, и культуры. Вообще нас интересует все. То, что вы сегодня видели на текстильной фабрике, на вашей, да? У нас не представлена, к сожалению, в Магадане текстильная промышленность Беларуси и Барановичей, в частности. И мы, встречаясь сегодня с директором завода, проговорили участие и, возможно, сюда поездку представителя нашей крупной торговой сети города Магадан для заключения договора и поставки в город Магадан текстиля, который производится здесь, на территории города Баранович. На приеме делегаций городов-побратимов председатель Барановичского горосполкома Юрий Громаковский и мэр города Магадан Юрий Гришан заключили соглашение о побратимских отношениях, которое предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, предпринимательства и торговли, ЖКХ и экологии, образования, науки, культуры и молодежной политики, спорта и туризма. В совместных планах обмен делегациями и опытом, в сферах которые вызывают взаимный интерес, реализация совместных проектов, организация выставок ярмарок продукции. Расстояние в 11 тысяч километров не преграда для сотрудничества. Соглашение по обратимству предполагает сотрудничество во многих сферах, но для меня очень важно это развитие индивидуального жиричного строительства в городе Магадане. И то, что сегодня мне показали возможности вашего домостроения, индивидуального домостроения, оно меня очень порадовало, что есть хорошее предложение эконом-класса. У нас магаданцы хотят строить индивидуальное жильё, но, к сожалению, хорошего предложения не было. Я думаю, что с появлением такого хорошего нашего города-побратима и экономической составляющей нашего города-побратима, жиричное строительство индивидуальное в городе Магадане будет развиваться более интенсивно. После того, как главы администрации Барановича и Магадана поставили подписи под документом о сотрудничестве, они обменялись сувенирами и флагами своих городов. Гости из городов-побратимов также поздравили Барановича с Днем города. К очередному своему дню рождения город подошел очень достойно, я считаю, с победой в областном соревновании и по итогам социально-экономического развития за 2017 год. Город признан победителем среди городов областного подчинения и районов города Бреста. Конечно же, это очень высокая оценка труда, я считаю, всех горожан наших без исключения. Ну и, конечно же, очень и очень большая ответственность, потому что вот такие награды, такое признание твоего труда, наверное, ну вот они воодушевляют, потому что, как говорят в народе, покорить фаршину тяжело, но еще сложнее ее удержать. Поэтому я, безусловно, ну, во-первых, с этой победой хочу поздравить всех горожан, ну и поздравить с Днем города, с праздником Барановичской весны. Вот всем сказать барановичанам абсолютно без исключения огромное спасибо за их труд, за их любовь, преданность своему родному городу. И пожелать, конечно же, хочется в этот светлый, хороший праздник, хорошего настроения, здоровья крепкого, чтобы в домах, в семьях царили всегда уют, достаток, любовь. Всего самого-самого доброго, дорогие горожане. Уважаемые телезрители, 31 мая состоится прием граждан правовыми инспекторами труда Федерации профсоюзов Беларуси. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. Подробная информация о правовых профсоюзных приемах в Брестской области размещена на сайте Брестского областного объединения профсоюзов. В компьютере новости в книге «Жизнь» под таким названием прошла пиар-акция сотрудников Центральной городской библиотеки имени Валентина Тавлая совместно с учащимися средней школы номер 9 города Барановичи. Участники мероприятия бесплатно раздавали пешеходам книги и пригласительные билеты в хранилище знаний. Пиар-акция в компьютере новости, а в книге «Жизнь» прошла совместно между Центральной городской библиотекой и учащимся Барановичской средней школы номер 9. Барабан, мегафон, транспарант, галстуки и пилотки – все это неотъемлемые атрибуты истинных пионеров. Только примеру настоящего патриота последуют все остальные. Под звуки горна по улице Ленина со скандированием речевок, посвященных чтению книг, участники мероприятия бесплатно раздавали встречным пешеходам книги и пригласительные билеты в хранилище знаний. Акции в компьютере новости, а в книге «Жизнь», которую проводит молодежный клуб «Гармония», работающий при Центральной городской библиотеке имени Тавлая, мы хотим показать, что с появлением информационных технологий книга отнюдь не устарела, даже в 21 веке. Конечно, к примеру, все факты о Великой Отечественной войне можно прочитать и в Википедии, но настоящее представление об этой поистине всенародной трагедии можно получить только из произведений Быкова, Солженицына, Адамовича, Бондарева. Молодежный клуб «Гармония» работает при Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая с 1998 года. Библиотекари уже много лет сотрудничают с учениками местных школ и гимназий. Ребята принимают активное участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. Мы, учащиеся средней школы номер 9 класса военно-патриотического направления, не могли обойти эту акцию стороной. Этой акцией мы пытаемся донести горожанам, что компьютер и интернет в частности дают нам лишь информацию, а книга же дает нам знания. Информация, она востребована в определенный промежуток времени, а знания остаются нам на протяжении всей нашей жизни. Книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет. Она будоражит воображение и дает возможность по-настоящему прочувствовать все события, описываемые автором. Сегодня библиотеки – это не только стеллажи книг и тишина, это центры насыщенной интеллектуальной жизни. Сотрудники Барановичской центральной городской библиотеки имени Валентина Тавлая проводят выставки и встречи с интересными людьми, устраивают дискуссии и спектакли. Мы призываем всех горожан, особенно молодежь, поддержать нашу инициативу, где главным призом в конечном итоге станет гармоничное развитие личности. Приходите к нам в библиотеку, читайте умные и правдивые книги. Оторвитесь от компьютера, сходите в библиотеку не только почитать, но и пообщаться с людьми, завести новое знакомство. И хранилище знаний не останется в долгу, откроет для вас насыщенную и интересную жизнь. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.